Ну что мои хорошие, мои любимые, теперь мы поговорим про карты. Поговорим про секс, давай. Да, вот вся вся коробка, это карты, грань, которые я коллекционую, выбираю. А ты их вообще достаешь, эти карты? Ну, я на мене не граю, я что-то это питаешь. Не, ну вообще, вот достаешь, там, пересматриваешь. Последнее время нет. Раньше было. У тебя, кстати, спросили, аллергия прошла, а чем ты вылечил? Не вылечил, она не вылечивается, скорее всего. Это сезонное, вот проходят травы, проходят цветение, и постепенно аллергия отступает. Ну что ты принимал, что тебе помогло? Ну я, оно до конца мне ничего не снимало, ни один препарат мне до конца не помогало. Уколы никого? Укол я не делал, гипроспан есть такой препарат, он гормональный, я побоялся, что он и на печень, и на почки, и на все на свете дает. А что значит гормональный? Это что, потолстеешь или грудь вырастет? Ну, может быть, и что попрет вес, и все. И что, от одного укола? Он очень сажает, да, в эти органы внутренние, и вообще может после него кому-то уже не помогает. Кому-то уже делали, ему уже один укол, это же на сезон делается один укол. Представь, какой он сильный, какой он ядовитый препарат, что один укол на сезон делается. То есть, а кому-то уже не помогает. А если он уже перестает помогать, то уже остальные тем более не помогут. То есть, это самое сильное, что может быть. Поэтому я и побаиваюсь его делать. Саму по-разному. Все, С3-Лев, С3 я принимал, всякие такие. Так, давай карты покажи. Мафия, это для игры в мафию? Да, это для игры в мафию, такая вот колода. Мне подарил кто-то из Днепропетровска. По-моему, с кинем, Карлина. Да? Правило такое вот. Вот такая колода здесь, что-то изображено. Сила не в жетоне, не в пушке. Сила в обмане. Вот это, наверное, точно. Сладкое не бывает сладким без горького. Понял? Прямо вообще. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Это можно, как знаешь, использовать, как такое, тасуешь, вытаскиваешь одну карту. И там, цитата. А ну, что сейчас выпадет, да? А ну, вытяни любую карту, что тебе выпадет. Сила не в жетоне. Мне не в пушке, сила в обмане. Когда лжешь на пополу, а весь мир готов тебе подыграть. Короче, брехать надо больше. Уважаемый. Вот такую большую тоже колоду, я не помню, кто мне подарил. Ну, кто-то из подписчиков, тех, кто знает о моем хобби. Вот такую покер, для игры в покер. Колоду. Увеличенную. А вот это посвященное, Слава Гагаре, вообще СССР. И здесь вот агитационные плакаты, какие-то карикатуры, что-то в этом роде. Это герб Советского Союза. Да, СССР. И вот на каждом весе такие вот агитационные, культурно торговать, почерпанный труд. Вот тут, видите, вот такое. Это вот сам Байлу надо было такое повесить над его прилавком, когда он в Москве торговал. Угу. Я так на весах дурил, что мама не горюй. Да, что там было почетно торговать. Почетный вес. Покупайте мороженое, глав хладопрома, там, ну вот, пингвин, видите. Ну, такие вот, когда... Рекламы такие еще, да? Знаете почему? Потому что, когда мороженое только появилось, русский народ, он не знал, что это такое. Оно появилось впервые в 30-х годах, и люди не привыкли его есть, и не хотели есть сначала. И вот для того, чтобы привлечь внимание, чтобы люди стали покупать этот новый продукт, вот выпускались такие вот агитки. Да здравствует советские физкультурники. Ну, все очень любопытно. А мне нравится такое посмотреть, это тоже знаешь историю. Это, 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 это часть, это моя праздник. Бедительность, конечно. Участвовал вот в разработке, писал стихи к многим. Да здравствует праздник, влядящий всех странах. Агит плакатом. Первая мала. Или вот, Балтун, находка для врага. Ну, надо, для шпиона говорили, но вот это... Балтун, да, угу. Времен. Си УССР. Си УССР. Украинская УССР. Что это такое? Интересно такое, 15 миллионов человек. Букет моей бабушки. Покупают мыло. Букет моей бабушки. Вот и реклама, видишь? Ну, да, это одна из первых советских реклам. Мала первого Гагарина. Не балуй. Это кто тут валяется? Ну, это какие-то империалисты, знаешь, американские, которым там советский человек говорит, не балуй там, но... Будь зорким на посту, глянь, с топором чищем. Супер, Жень. Цитрусовый сок, натуральный напиток. Очень интересно. Смотри, Калинкин. Москва, это как карта. Вот, это вообще отдельная история. Печи, переносные печи, метеорит. Вот такое же было, представляешь? Конечно. Горькие настойки, глянь. Это ж кто-то такое пилот. По-любому зрители, наверное, знают такое. Сельдь Тихоокеанская. Боже, как я любил его си, вот эти в коробку. Супер, они такие вот овальные. Да, бабушка как покупала. Санита, что это такое? Паста зубная, наверное. Гань, зубы белые у нее. Да, такая советская зубная паста. Будьте бдительны, это-то. Нет. Горошек, там морковка, стейк. Румку не бере. Крим. Водка, глянь, Крим, боже мой. Бей по врагу культурной революции. Слушай, это отдельное видео можно было делать. УССР, это украинское получается? Нет, это так назывался советский революция. А, на английском, да? Да. УССР танцев, фестиваль, Москва, Ленинград. Да, фестиваль танцев. С 10-20-36 года. Как работал, так и заработал. Супер. То есть, затылок, потылок, чеша побытый стоит с деньгами. Этот, считай, сотня. То есть, трешками, по-моему. Пельмени. Боже мой. Раньше столовки вот эти были. Пельменные. Чебуречные. Очень вкусные были. Мой первый шаг за печеньем. Эйнем. Эйнем. Я такого не слышал даже печенья. Ну, это после революционное что-то такое. Парфюмерные товары. Брокеры. Москва. Ой, в Москве вот это все было, наверное, развито. Вот эти вот пряничные, булочные. Ляньжуков. Санкт-Петербург. Туалетная мыла. Сразу после революции такое. То, что пооставались еще царские такие. Артели там. Швейные машинки Зингер компания. Это известные машинки, за которыми там какая-то то ли золото, то ли что-то. В таком, в этом, штуцере, в чем там есть. Их ищут, эти машинки. Не болтай, известные вот это вот. Да. Просто классно. Мы дружим из СССР, классный мир. Ты записался в добровольцем. Да, это так сейчас. В Украине. Спутник Дружбы и Содружничества. Содружничества? Сотрудничества. Потрясающее колоду вот это. Будь физкультурницей, лентяна, это самое. Ну, конечно, все такое, знаешь, оно вот с флагами. Ну, оно в очень радужном каком-то стиле. Все хорошо. Всем попробовать порабы, как устные и нежные крабы. Снатка, главры, банар, ком, пищепром. Время, да, в Советском Союзе так хорошо продавали вот эти консервы. Повидло, божечки, глянь, какая прелесть. Сейчас все испортилось, все продукты испортились. Такой химии людей травят. Цирк Клоунов, Нейбаров. Энгибаров. А, Нейбаров. Энгибаров. Энгибаров, знаменитый такой мим. Человек, человек, друг, товарищи, брат. Сейчас говорят, человек, человеку, волк. Вот это действительно. Вот тебе и все. Это правильно. Говорят, что сейчас людей хоронят, а они даже не разлагаются. Ну, не потому, что они святые, а потому, что наопичканы химией, там нечем. Глянь, глянь, самый деловой, аккуратный самый. В ГУМе обзаведись Мозеровскими часами. Это такое есть? В ГУМе часы. Глянь, после работы иди в баню. Это жахтерчик, кто-нибудь. Иди, товарищ, к нам в колхоз. Ой, блин. Это же все эпоха целая. Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские зелени, спички, папиросы, соль, сахар. Можно купить в магазинах по требам кооперации. Колхозной деревни электроэнергию радио. Все вставляете. Балерина Москва. Экскурсии по Москве. Все нации идут там. Имеется в продаже блины с красной икрой. Большой театр. Класс. Это я не знаю, что такое. А то же ты забрал. Пылесос. Хорошо и быстро очищает от пыли, ковры, одежду, мебель, стены и пол. Тоже люди не знали этого. У людей был веник только для подметания. И они впервые увидели, чтобы привлечь покупательский спрос. Ну понятно, да. Так это плакаты такие были, да? Да, это просто уменьшенные варианты. Реклам. А гид плакатов таких. Вот еще, кстати говоря, тоже кто-то мне подарил, я не помню, тоже семья Романов. По-моему, из Москвы мне прислали. Угу. Тоже вот вся династия. Что мужик щупу несет? А вот она специальная в виде рыболовских там снастей, рыб. То есть она такой тематик. Открыть можно? Конечно. Ну она такая в виде... А, сачки, в общем. В общем рыболовские снасти там все. А все, что она делает? Не знаю. Ну там даже вот обычные карты они в виде каких-то то ли рыбовских, то ли вот что-то. Вот эта колода, это та, что я говорил из Вены, там в Вене печатают пятницу, что-то нравится. Красиво. Это так называемая, по-моему, то ли датский вид. Там разновидности есть немецкая. Колода датская. Вот та, я не помню. Или немецкая, а твой датская. Очень симпатичный. Посмотрите, вальты какие. Да, мы. Да, красивые такие две колоды карт. Доллары и евро, да? Угу. Ну да, обычные вот такие парижские карты. Это сувенирные, мы покупали. Евро, там никаких видов Парижа нет. Вот такая вот просто на рубашке. Одинаковая рубашка и просто цифры эти. И такая стандартная, как вот эта. Вот здесь вот такие вот. Угу, понятно. Это есть карта, посвященная династии семьи Романовых, царской династии. Угу. Екатерина, все. Да? Да. Вот он, Николай II. Там, там, вот. Короли, королевы, принцы. Павел, Павел. Это император Павел, да. Петр I. Ой, не королевы, глянь. Кто это такая? Екатерина. Анна Иоанновна. Красивая женщина. Угу, вот такая. Такие. Иван V. Такие были императоры. Тех, кто. Какой страшный Алексей Петрович. Вот, вот это интересно. Это же очень колода. Это так называемый русский стиль Палих. Вот народные. А, вот этот вот это, да? На черном виде. Вот такая рубашка там идет. Угу. Это какой-то роспись, да? Витру не нравится. Какой-то. Витру не нравится. Какой-то. Витру не нравится. Витру не нравится. Витру не нравится. Лёша, а как перевести слово «малевниче» на русский? Живописный. Живописный. Живописный – это живописный? Нет. Малевниче – это именно в том смысле. Да? А у меня вот «малевниче». Ну, это же малевание, знаешь, как рисование. Не, ну, «малевниче» – это «малевниче» краи, «малевниче» краевые. Ну, а то я говорю, «малевниче» – там места красивые такие есть. Вот именно речка, когда залив, вот такой «малевниче». Да, в этом смысле. Это именно «живописное» переводится, да? Ну, да. А мне казалось «живописный» – это «живопис». У нас же есть украинское слово «живопис». Ну, оно другое. То, наверное, уже то, что касается живописи, в том, на чем потребляется. А именно то, что… А «живописница» – это именно «малевниче»? Ну, это да, в смысле то, что, да. Живописное. Такие места красивые там. Живописный, там «малевничий» краевый. Ну, да, а как перевести? «Живописный» – «живописная панорама». Краевый – это панорама? Да. Ничего себе. Давай дальше. Будешь знать. А, це вот такая колодная карлида я купил во Львове. Котляревский написал у нас? Да, вот. Здесь и Эней, и Севилла, и все вот герои. Повисилась на очкури. Там одна дама повисилась. Ну, это такие немножко стилизованные. Мне очень интересно. Вот эта колода интересная. Какого в стиле? Восемнадцатый век. Вот такая рубашка. Это тоже все в Вене. Печатается. Ну, даже вот написано «Made in Austria». «Made in Austria», да? Эти мы карты купили в Польше. Да, в Кэлуме. Это была первая, кстати говоря, колода, с чего у меня, наверное, все началось. Первое, что я купил, это было вот такой империал, такие пышные дамы-короли Вальты. Вальты, вот. Давай. Всегда любил. Вот это тоже австрийская колода, но раньше и в Союзе такие выпускали. Вот посмотрите, какие цари, там короли Вальты, дамы. Вот они вот в таких кокошниках, все это. Да, такие были. Русский стиль такой. Только колода, не такая коробка. Такая вот рубашка. Вот такая вот это восемнадцатый век. Сувенирные карты, вот то, что было турки, такие самые державы тогда были сильные. Русские, турки, украинцы, там вот. Это национальные воины, да, разных? Да, Австро-Венгрия, там, что вот тогда было. Вот это в Версале было куплено, это колода карт, посвященная французским королям. Ух ты, я не открывал даже? Нет, она открыта. А, я понял. Десять евро. Вот колода карт тоже, такое в Советском Союзе выпускалась, посмотрите. А, помню, она такие была женщина. Да, а мне всегда казалось, что вот этот король, он как бог. Вот у нас на церкви вот почему-то такую... Николай чудотовый. Николай в таком виде был изображен. Ну, вот тоже интересно. Здесь было о сирийском таком стиле. Вот, тоже в Версале было куплено. Бабочки разные, да? Угу. Папилон. В виде бабочек еще было в виде птиц, но, к сожалению, это мне не досталось. Это сувенирные карты. Это мне откуда-то прислали из Белоруссии, да. А, да-да-да, помню. Вот Львов тоже во Львове было куплено. Там мы с тобой покупали вместе. Да. Такие в сувенирных лавках Парижа продаются они. Ничего там такого особенного, можешь даже открыть, но... Они все одинаковые рубашки и... Ну, обычно. Да. Ничего вообще интересного. Я-то думал, может быть, там будут виды чего-то. Ух, дурывы. Вот это куплено в Кракове. Вот видите, такая надпись золотом здесь. Шкатулки. Здесь со всеми польскими королями. Вот. Павел там и все. Ух ты. Мне вообще нравится запах вот этой шкатулки. Да, деревом. Да, вот внутри бархат. Вот эта церковь, как забыл, называется, когда два брата строила, по легенде, одного было выше, вот эта шпалка, а у другого короче, и он его убил. Шкиль, да. Да. Вот это вот. Это сукеница есть рынок, там вот это вот на площади. Там мы купили эти карты. Вот это и есть сукеница. У нас есть книги про Трако. Это короли, Ядрыга, тут Ядрыгайло, Зизигмунд. Вот эти башни. Ой, как мы нажались, тут колбасок, падла, мне не пошли, не так, мне болела печень потом. Помнишь? А мне не понравились эти краковские колбаски, не знаю, что-то. Острый булы. Мне нравится бегоса тут или бегос. И журок этот суп, боже, в хлебе, какая прелесть мы в Крако, помнишь, в ресторане? Так что, вот так. Так что, вот так и обзор. Вот такая коллекция. Да. Надеюсь, вам понравилось не меньше, чем игрушки. Да. Спасибо, ты берешься на лайк. Нет, а что? Все. А теперь снимай трусы. Ладно, Леш, спасибо тебе огромное. Спасибо и вам за внимание. Все, пока. Пока.